В частном секторе Куйбышевского лесхоза завершается строительство водопровода. На эти цели из городского бюджета направили 112 миллионов тенге. 1300 километров разводящих сетей уже проложили. Жители ждали воду 30 лет. С ходом работ знакомились наши корреспонденты. Жители Куйбышевского лесхоза в течение 30 лет жили без питьевой воды. Пользовались скважинами и колодцами. Элина Сахарова живет в поселке уже много лет. У хозяйки большой огород, чтобы полить его, уходит не один куб живительной влаги. А вода здесь дефицит. 30 лет мы ждали, когда к нам придет вода. И наконец к нам вода эта пришла. Такая мука была, когда не было воды. Вот за питьевой водой мы ездили в город. К нам пришла большая радость. Нам дали наконец-то воду. Воду к нам ведут. Уже в скором времени у жителей Куйбышевского лесхоза появится 12 колонок. Строительство водопровода завершено на 70%. Работы ведет подрядчик «Товарищество Титан Север». Приступили к укладке разводящих сетей в конце апреля. Сдать планируют уже в августе. Стоимость проекта – 112 миллионов тенге. Практически к завершению идет вся работа. Я считаю, если погодные условия немножко не будут мешать, числа 15 августа мы собираемся сдавать весь объект. Работы ведутся с применением новых технологий. 1300 километров разводящих сетей уже проложили. Тянули водопровод от озера Пестрое. Он найдет две нитки, 225-й полиэтиленовой трубой, чистый, экологический. Дело в том, что для чего это делается? Почему две нитки? Потому что в дальнейшем расширение ожидается поселка, и поэтому до 2500 жителей. Строительство водопровода позволило установить в Куйбышевском лесхозе и 17 пожарных гидрантов. Бульнара Кали, Михаил Казначеев, Новости МТРК.